Доброго времени суток! Надеюсь, ты посмотрел видео, посвященное понятию искусственного интеллекта, где мы разобрались, что это такое, какие существуют задачи в сфере искусственного интеллекта, а также реализовал проект Робот-Поэт, возможно, какие-то другие проекты с искусственным интеллектом. И в этом небольшом, я надеюсь, видео мы поговорим об игровом искусственном интеллекте. Это тоже у нас видео из цикла «Фишки и плюшки», где мы продолжаем разбираться в тонкостях как игровой, так и программистской индустрии. И я постараюсь здесь очень кратко ввести тебя в курс дела. Итак, игровой искусственный интеллект. Очень неплохо об этом сказано в Википедии. Английский термин звучит как «Game Artificial Intelligence». Это набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером. Здесь важное слово «иллюзия», потому что действительно это не совсем тот интеллект человеческий, как мы это понимаем. Еще раз напомню, что «intelligence» – английский термин означает не столько интеллект, сколько какое-то разумное поведение. И персонажи наших игр таким образом реализуются так, что кажется, что они выполняют некие разумные действия. Игровой искусственный интеллект, помимо методов традиционного искусственного интеллекта, включает также алгоритмы теории управления, робототехники, компьютерной графики и информатики в целом. Ну и, собственно, я не сказала в видео про искусственный интеллект, что эта сфера называется мультидисциплинарной. То есть на самом деле это не только компьютерные технологии. Во всяком случае, когда мы пытаемся понять, как решаем те или иные задачи, мы также сталкиваемся и с какими-то вопросами психологии и теории мышления. То есть теми вроде бы некомпьютерными направлениями, которые могут помочь нам реализовать интеллектуальные системы. Точно так же игровой искусственный интеллект, как здесь сказано, он включает в себя не только собственно искусственный интеллект, но и другие направления. В искусственном интеллекте игровом у нас акцент делается на персонажей. И к таким персонажам, которые управляются игровым искусственным интеллектом, относятся первые так называемые неигровые персонажи, или, как говорят геймдизайнеры, NPC, Non-Player Character. Как правило, эти персонажи являются дружественными или нейтральными к человеческому игроку, то есть игровому персонажу, которым мы управляем. И эти персонажи отличаются тем, что они сами что-то делают, но не управляются человеком-игроком. Но при этом их поведение вполне разумно. Например, они не стучатся головой в стену, а проходят через дверь. Либо выполняют какие-то действия, заваривают кофе, приносят какие-то артефакты и прочее. То есть все это выглядит вполне разумно. Следующий вид персонажей – так называемые боты. Это враждебные к игроку персонажи, приближающиеся по возможностям к игровому персонажу. И против игрока в любой конкретный момент сражается небольшое количество ботов. Боты наиболее сложны в программировании, потому что они должны уметь отслеживать игрового персонажа, то есть того персонажа, за которого играет человек, и, соответственно, с ним сражаться, взаимодействовать. Хотя не всегда боты на самом деле враждебные есть и дружественные, которые вместе с игровым персонажем помогают ему решить какие-то задачи. Есть такие командные игры на самом деле. Ну и, наконец, есть еще одно название игровых персонажей – это мобы. Это враждебные тоже к игроку, так называемые низкоинтеллектуальные персонажи. Мобы убиваются игроками в больших количествах ради очков, опыта, артефактов или прохождения территории. То есть мы можем их как-то уничтожить, но если у нас это не получилось, мы теряем какую-то часть здоровья, скажем так, игрового. Но они достаточно просто устроены, у них примитивное движение, и не особо они агрессивны по сравнению с ботами, которые могут выполнять какие-то активные действия. Это тоже я взяла из Википедии. Ну и несколько примеров игр с использованием искусственного интеллекта. Первые игры на самом деле – это были проекты, которые реализованы в области искусственного интеллекта. Это логические игры, шашки, шахматы. И была реализована программа, играющая в шахматы, которая обыграла мирового грасмейстера. Но когда эти программы были реализованы, разработчики в сфере искусственного интеллекта сразу махнули рукой и сказали, что нет, это не интеллектуальная система, потому что никаких интеллектуальных задач по-настоящему она не решает. Почему? Да потому что компьютер просто может быстро перебирать все варианты ходов. Человек это делать так быстро не может, и он принимает решения по каким-то другим правилам, которые очень трудно описать алгоритмически. Хотя какие-то, конечно, он помнит и варианты ходов, и стратегии, и прочее. Игры с компьютерными соперниками. Это всевозможные аркады, симуляторы, стратегии, шутеры, драки и прочее. Как раз-таки там у нас функционируют и боты, и мобы, и с ними необходимо сражаться. Отдельно я выделяю так называемые спортивные симуляторы, потому что это как раз пример симуляторов, где неигровые персонажи могут не просто что-то такое делать и никак не зависеть от игрока, а наоборот ему помогать. Ну, к примеру, футбольный симулятор. Там целая команда не просто гоняется за мячом. Можешь себе представить, если бы они не обладали хотя бы долей искусственного интеллекта, все бы гнались за мячом и пытались бы забить гол. Но это уже не игра, во всяком случае не футбол, правда? И таких примеров можно привести очень много. Наконец, игры с естественно-языковым и речевым интерфейсом. Я помню очень время, хорошо, когда продавались компьютерные игры, и большими буквами на диске было написано, что это игра с речевым интерфейсом. Потому что до этого с персонажами невозможно было общаться, а вот появились такие игры, и стало интересно. То есть можно подойти к какому-нибудь NPC, с ним поговорить, что-то узнать, даже получить какие-то инструкции. А когда это реализовано еще и в речевой форме, то есть можно еще ему сказать что-то через микрофон, или услышать его голос, то это, наверное, еще более интересно. И такие игры сейчас активно развиваются. Ну, и я думаю, что ты сейчас уже можешь продолжить этот перечень, вспомнить те игры, в которые играешь, и понять, где там используется искусственный интеллект. В завершение рассмотрения игрового интеллекта, я должна сказать, что искусственный интеллект в играх упрощают или эмулируют, имитируют. Имитация – это латинское слово, которое означает подражание. Имитировать значит подражать. То есть фактически искусственный интеллект там реализуется не настолько, скажем, полно и серьезно, как в системах искусственного интеллекта. Во многих играх поведение персонажей задается с использованием заранее заготовленных шаблонов и случайных последовательностей. Например, тех же NPC можно описать, что они должны делать, в какой последовательности и какие возможны варианты. При этом используются так называемые конечные автоматы. То есть можно задать несколько видов деятельности и переходить между этими видами деятельности. И будет происходить имитация того, как, в принципе, это происходит у людей. Что еще можно узнать об искусственном интеллекте в играх? Да очень много. И вот есть очень хорошая статья на Хабре. Я решила ее не цитировать, а предложить тебе ссылку, чтобы у тебя была возможность подробно прочитать. Возможно, что-то будет не совсем сразу понятным, но, во всяком случае, это неплохое руководство к действию, где можно понять, каким образом реализуется искусственный интеллект в играх и какие необходимо научиться решать задачи, в том числе и программистские. Я желаю тебе успехов и надеюсь, что твои игры постепенно будут становиться все более и более совершенными и персонажи начнут обладать искусственным интеллектом. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok